Тема моего доклада «Физика ЗМВ. Основы новой физики». В природе существует много явлений, которые в рамках классической физики не могут быть объяснены или объясняются наивно. Например, откуда берется энергия у звезд? Почему ядра планет горячие? Откуда эта энергия? Какое соотношение между потенциальной энергией гравитационного поля и термической энергией массы в любой точке внутри массы? Что является средой распространения электромагнитного поля? Почему масса ускоряется, когда к ней приложена постоянная сила? Почему масса движется по инерции? С какой максимальной скоростью может двигаться по инерции данная масса? Почему на Земле имеют место приливы и отливы? Все эти явления могут быть объяснены предлагаемой новой физикой, названной «Физика ЗМВ», которая предполагает следующее. Существование гравитационного поля независимо от массы и массы независимо от гравитационного поля. Второе. Начало всех начал есть гравитационное поле. Оно состоит из хаотически движущихся гравитонов. Третье. Гравитон — это элементарный квант энергии, когда он находится в состоянии движения, и неделимая частица массы, когда он находится в состоянии покоя. На рисунке виден макет массы радиуса РМ в гравитационном поле с энергией Е. Вот он, сейчас этот макет вот здесь. Красные длинные стрелы соответствуют энергии гравитационного поля Е, которые входят в массу. Вот это есть энергия гравитационного поля, которая входит в массу. То есть энергия, кинетическая энергия гравитонов, которая входит в массу. Гравитоны — это эфир, идентичные, можно сказать, синонимы. Так. Черные короткие стрелы соответствуют энергии гравитационного поля, который выходит из массы. ЕМ штрих. Вот это выходит из массы. Энергия гравитонов. То есть я называю энергию гравитационного поля, который выходит из массы. Когда гравитационное поле пронизывает массу, энергия гравитационного поля уменьшается от величины Е до величины ЕМ штрих. Таким образом, масса деформирует гравитационное поле. Вокруг массы образуются деформированные гравитационные поля с энергией равной разности между энергиями гравитационного поля, который входит в массу Е и который выходит из массы Е в противоположных направлениях на расстоянии РМ от центра массы и направлена в сторону центра массы. Вот это расстояние, это есть разница между энергией гравитационного поля, который входит в массу и который выходит в массу, и который прямо пропорционально потенциальной энергии гравитационного поля, который сжимает массу. Допустим, имеется масса М радиуса РМ в пространстве, где есть гравитационное поле с энергией Е. Отмечаем. Е – энергия гравитационного поля, которая входит в массу. ЕМ' – энергия гравитационного поля, которая выходит из массы на расстоянии РМ от центра массы, то есть на поверхности массы. ЕП – потенциальная энергия гравитационного поля на расстоянии Р от центра массы. ЕТ – термическая энергия массы на расстоянии Р от центра массы. Когда гравитационное поле пронизывает массу, энергия гравитационного поля уменьшается от величины Е до величины ЕМ'. Таким образом, масса деформирует гравитационное поле. Энергия равной разности между энергией и гравитационным полем, который входит Е и выходит Емштрих из массы в противоположных направлениях, прямо пропорционально потенциальной энергии ЕП, гравитационного поля, деформируемого массой на расстоянии РМ от центра массы, то есть на поверхности массы, и направлено в сторону центра массы. То есть ЕП прямо пропорционально Е минус Емштрих. Вот этому отрезку, можно сказать, что потенциальная энергия гравитационного поля, которая сжимает массу, она прямо пропорциональна вот этой разнице энергии гравитационного поля, который входит и который выходит из массы. Массы не притягиваются между собой. Потенциальные энергии гравитационного поля, деформируемого массами, сжимают массы к их общему центру. Сжимание масс потенциальными энергиями гравитационного поля, деформируемого массами, называется всемирное сжатие. Это есть первый фундаментальный закон физики ЗТМВ. Энергия равной разности между энергией гравитационного поля, которая входит в массу Е, и энергией гравитационного поля, которая выходит из массы Емштрих, вот эта разница, называется падением энергии гравитационного поля в данной массе. Падение энергии гравитационного поля в массе E-M' превращается в потенциальную энергию EP, гравитационного поля, деформированную массой, и в термическую энергию ET, полученную от гравитационного поля при его прохождении через массу. То есть E-M', вот эта разница равна EP плюс ET, потенциальной энергии и термической энергии. Внутри массы, при R меньше или равно RM больше нуля, то есть внутри массы, энергия гравитационного поля E в данной области гравитационного поля является постоянной величиной, это ясно. Энергия гравитационного поля на выходе из массы является постоянной величиной для данной массы в данной области гравитационного поля. В данной области гравитационного поля для данной массы падение энергии гравитационного поля является постоянной величиной, то есть E-M' равно EP плюс ET и равно постоянной величиной. В любой точке внутри массы, на расстоянии R от центра массы, сумма потенциальной энергии гравитационного поля ЕП, деформируемого массой, и термической энергии массы ЕТ, полученной от гравитационного поля при его прохождении через массу, является постоянной величиной для данной массы в данной области гравитационного поля. При прохождении гравитационного поля через массу, оно оставляет часть своей энергии Е-Е', вот эта часть энергии Е-Е', это остается в массе, в виде потенциальной энергии гравитационного поля ЕП, который сжимает массу к ее центру, и термической энергии массы, которая нагревает массу. Масса в гравитационном поле нагревается в зависимости от ее величины. Чем больше масса, тем больше термическая энергия массы ЕТ, полученная от гравитационного поля при его прохождении через массу. Это явление называется нагревание массы в гравитационном поле. Это есть второй фундаментальный закон физики ЗТМВ. Та часть энергии гравитационного поля Е-7, вот эта часть энергии, разница между входящей и выходящей энергией, то есть та часть гравитонов, которые отдали свою энергию массе и остались в массе, повышая ее величину. Масса в гравитационном поле растет по величине. Это явление называется рост массы в гравитационном поле. Это есть третий фундаментальный закон физики ЗТМВ. Инерционная энергия гравитационного поля. Допустим, имеется масса М радиуса РМ в гравитационном поле с энергии Е, которая получила начальную кинетическую энергию ЕВ. Вот это вектор, который показывает направление кинетической энергии. Вектор кинетической энергии. Так, когда масса получает начальную кинетическую энергию, и она начинает двигаться с начальной скоростью, то гравитационное поле деформируется дополнительно по направлению движения еще и кинетической энергии массы. Если мысленно разлить массу плоскостью перпендикулярно вектору скорости движения, вот эта плоскость, то и проходящей через центр массы, то масса делится по отношению к этой плоскости на две части. Передняя часть движущейся массы и тыльная часть движущейся массы. Энергия гравитационного поля, который входит в тыльную часть и выходит из передней части, вот эта энергия входит в тыльную часть, красная, и вот эта черная выходит из передней части движущейся массы, увеличивается на величину равную половине начальной кинетической энергии массы, то есть ЕМ' плюс ЕВ на 2. Энергия гравитационного поля, который входит в переднюю часть, вот эта красная, входит в переднюю часть и выходит из тыльной части движущейся массы, уменьшается на величину равную половине начальной кинетической энергии массы, то есть ЕМ' минус ЕВ надо, а вот видите, это черное меньше. Так, отмечаем, Е, энергия гравитационного поля у входа в массу. ЕМ' энергия гравитационного поля на выходе из массы, на расстоянии РМ от центра массы, то есть на поверхности массы, когда масса не движется. ЕВ – начальная кинетическая энергия, которую масса получила от источника энергии. ЕПС расшифровывается, ЕП – потенциальная энергия, С – спина, то есть с тыльной стороны. Потенциальная энергия гравитационного поля деформированной массы и начальной кинетической энергии массы на тыльной стороне движущейся массы. Вот здесь ЕПС, потенциальная энергия, на тыльной стороне движущей массы. ЕПФ, потенциальная энергия гравитационного поля деформированного массы и начальной кинетической энергии и массы, на передней стороне движущей массы. ЕПФ, значит, ЕП, потенциальная энергия, Ф, ФЕЙС, то есть с передней стороны движущей массы. Вычислим потенциальную энергию гравитационного поля деформированного массы и начальной кинетической энергии и массы на передней и тыльной сторонах движущей массы на расстоянии РМ от центра массы, то есть на поверхности массы. Потенциальная энергия гравитационного поля, деформируемая массой и начальной кинетической энергией массы на передней стороне движущейся массы на расстоянии РМ от центра массы ЕПФ, равна падению энергии гравитационного поля при его прохождении сквозь массу до этой поверхности. Вот равна падению, вот это есть падение энергии, разница между входящей и выходящей. Потенциальная энергия гравитационного поля, деформируемая массой и начальной кинетической энергией массы на тыльной поверхности движущейся массы, равна падению энергии гравитационного поля при его прохождении сквозь массу до этой поверхности. ЕПФ равно Е-ЕМ штрих плюс ЕВ на 2. Вот эта разница, она больше, чем эта. Потенциальная энергия гравитационного поля, деформируемая массой и начальной кинетической энергией массы на тыльной поверхности движущейся массы больше, чем потенциальная энергия гравитационного поля, деформируемая массой и начальной кинетической энергии массы на передней стороне движущейся массы. То есть ЕПС больше, чем ЕПФ. В гравитационном поле масса, которая получила начальную кинетическую энергию ЕВ, находится в вечном движении под действием разности потенциальных энергий на тыльной стороне движущейся массы ЕПС и передней стороне движущейся массы ЕПФ. Энергия, которая гравитационное поле передает массе после того, как масса получила начальную кинетическую энергию ЕВ, называется инерционной энергией ЕИ гравитационного поля, деформируемого массой и начальной кинетической энергией массы. Инерционная энергия гравитационного поля ЕИ равна разности потенциальных энергий гравитационного поля на тыльной поверхности движущейся массы и на передней поверхности движущейся массы. То есть ЕИ равно ЕПС минус ЕПФ и в конечном итоге равно ЕВ. Инерционная энергия EE, с которой гравитационное поле движет массу после того, как получила начальную кинетическую энергию EV, равна этой же начальной кинетической энергии, то есть EE равно EV. Масса, которая получила начальную кинетическую энергию EV, в дальнейшем движется с гравитационным полем, деформируемым массой начальной кинетической энергии массы, с инерционной энергией EE, равной по величине и направлению начальной кинетической энергии. Движение массы под действием инерционной энергии и гравитационного поля называется движение массы по имерции. Это есть четвертый фундаментальный закон физики ЗТМВ. Промолинейно движущаяся и вращающаяся масса, приливы и отливы массы. Допустим, имеется масса М, которая получила начальную промолинейную и вращательную кинетическую энергию. Благодаря инерционной энергии гравитационного поля масса будет продолжать двигаться по инерции, промолинейную и вращаясь. Потенциальная энергия гравитационного поля, деформированной массой и начальной кинетической энергии массы на тыльной стороне движущей массы, как я сказал, больше, чем потенциальная энергия гравитационного поля, деформированной массой и начальной кинетической энергии массы на передней стороне движущей массы. То есть ЕПС больше ЕПФ. Только что об этом говорили. Проанализируем случаи, когда ось вращения массы перпендикулярна вектору скорости прямолинейного движения. Вот ось вращения массы перпендикулярна вектору прямолинейного движения массы. Вот масса будет вращаться так, как сказать, ось вращения перпендикулярная. Мысленно поделим массу на n частей и назовем n часть массы частицей массы. Вот это называем частицей массы. А также мысленно разрежем массу плоскостью перпендикулярно оси вращения на любом расстоянии от центра массы. Вот эта плоскость. Мы разрезали массу перпендикулярно оси вращения массы на любом расстоянии от центра массы. Потому что физика будет одинаковано на любом расстоянии от центра массы. В этой плоскости прямую параллельную вектор скорости прямолинейного движения и проходящую через ось вращения массы назовем прямой eV. Вот это есть прямая eV. Прямую в этой же плоскости перпендикулярную вектору скорости прямолинейного движения и проходящую через ось вращения массы назовем прямой ns. Вот это есть прямая ns. Потенциальная энергия гравитационного поля на прямой ns такая, какая была бы на этой же прямой, если бы масса не двигалась. Назовем ее нормальной потенциальной энергией гравитационного поля. EPN, то есть EPN потенциальная энергия, n нормальная для данной массы. Во время вращения массы каждая частица массы, находящаяся в этой плоскости, проходит через минимум потенциальной энергии гравитационного поля. Вот здесь минимум потенциальной энергии гравитационного поля. Когда она пересекает линию eV, с передней стороны движущейся массы. Потом частица массы проходит через нормальную потенциальную энергию гравитационного поля. Когда она пересекает линию ns, потом частица массы проходит через максимум потенциальной энергии гравитационного поля. Когда она пересекает линию EV с тыльной стороны движущейся массы, потом частица массы проходит через нормальную потенциальную энергиознис�ößер Nopeole, когда она пересекает опять линию NS уже с обратной стороны массы. Потом частица массы опять пересекает линию EV с передней стороны движущейся массы. Таким образом, за один оборот, каждая частица массы от центра и до поверхности Проходит через вышеупомянутые области гравитационного поля с разными потенциальными энергиями От минимальной потенциальной энергии гравитационного поля на передней стороне движущейся массы До максимальной потенциальной энергии гравитационного поля на тыльной стороне движущейся массы И опять к минимальной потенциальной энергии гравитационного поля на передней стороне движущейся массы Каждая частица массы от центра и до поверхности, находясь в разных областях гравитационного поля с разными потенциальными энергиями, меняет свою плотность, то есть меняет свой объем. От максимального объема на передней стороне движущейся массы, там потенциальная энергия гравитационного поля минимальная, до минимального объема на тыльной стороне движущейся массы, там потенциальная энергия гравитационного поля максимальная. И опять к максимальному объему на передней стороне движущейся массы, где потенциальная энергия гравитационного поля минимальная. Периодическое увеличение и уменьшение объема части массы, прямолинейно движущейся и вращающейся, ось вращения которой перпендикулярна вектору скорости прямолинейного движения, называется приливы и отливы массы. Это есть пятый фундаментальный закон физики ЗТМВ. Так как потенциальная энергия гравитационного поля, деформируя массой, имеет максимальное значение на поверхности массы, то при переходе из одной зоны в другую градиент изменения объема частицы массы, находящейся на поверхности массы, больше, чем градиент изменения объема частицы массы, находящейся внутри массы. Чем ближе к оси вращения массы, тем меньше градиент изменения объема частицы массы при переходе из одной зоны в другую. Эволюция массы в гравитационном поле. Массовая черная дыра. В любой точке внутри массы, на расстоянии R от центра массы, сумма потенциальной энергии гравитационного поля ЕП, деформируемой массой, и термической энергии массы ЕТ, полученной от гравитационного поля при его прохождении через массу, является постоянной величиной для данной массы в данной области гравитационного поля. Я об этом уже говорил. Чем больше масса, тем больше сумма потенциальной энергии гравитационного поля ЕП, деформируемой массой, и термической энергии массы ЕТ, полученной от гравитационного поля при его прохождении через массу, и тем выше частота максимума излучения термической энергии массы. Термическая энергия массы излучается в гравитационном поле благодаря гравитационному полю, который является средой распространения электромагнитного поля. При определенной массе частота максимума излучения термической энергии массы попадает в область частоты электромагнитного поля, чувствительной к глазу человека. Масса, которая излучает термическую энергию с частотой максимума излучения в область частоты электромагнитного поля, чувствительной к глазу человека, называется звездой. На начальном этапе масса звезды излучает термическую энергию с частотой максимума излучения в красной области спектра. Такая звезда называется красный карлик. Вот она. С увеличением массы звезды увеличивается термическая энергия массы звезды, полученная от гравитационного поля при его прохождении через массу, а частота максимума излучения смечается вначале в желтую область спектра, такая звезда называется желтый карлик, затем в зеленую область спектра, такая звезда называется белый карлик, потом в голубую область спектра, такая звезда называется голубой карлик. Дальнейшее увеличение массы приводит к дальнейшему увеличению термической энергии массы, полученной от гравидационного поля при его прохождении через массу, а частота максимума излучения смещается в область ультрафиолетового излучения. Такие массы звезды не видны невооруженным глазом. Вот они. Когда масса достигает критическую массу МС, сумма потенциальной энергии гравитационного поля ЕП, деформируемой массой, и термической энергии ЕТ, полученной от гравитационного поля при его проникновении в массу, достигает максимально возможную величину энергию гравитационного поля Е в данной области гравитационного поля. То есть ЕП плюс ЕТ равно Е, который является постоянной величиной. Это внутри массы, для R меньше РМ и больше нуля. Потенциальная энергия гравитационного поля, деформируемой массой на поверхности массы, для масс равных или больших критической массы, достигает максимальную возможную величину равной энергии гравитационного поля Е в данной области гравитационного поля. ЕП равно Е на поверхности массы. То есть для масс равных или больших МС, критической массы, потенциальная энергия гравитационного поля на поверхности массы для всех этих масс равно Е, максимально возможная величина энергии гравитационного поля Е в данной области гравитационного поля. При увеличении массы увеличивается объем и площадь массы. Известно, что если объем шара увеличивается в n раз, то площадь шара увеличивается только в n степени 2 третий раза. Это значит, что градиент увеличения объема шара больше, чем градиент увеличения ее площади. Энергия гравитационного поля проникает в массу через ее поверхность и распространяется в массы по всему ее объему, превращаясь в термическую энергию. Так как при увеличении массы градиент увеличения ее объема больше, чем градиент увеличения ее площади, то термическая энергия, которая получает каждая единица объема массы от гравитационного поля, проникающей в массу через ее поверхность, уменьшается по мере увеличения массы. Частота максимума излучения термической энергии массы тоже уменьшается. При определенной массе, больше критической массы, частота максимума излучения термической энергии массы опять попадает в видимую область частот, но уже со стороны ультрафиолетовой области спектра. Такая звезда называется голубой гигант. Вот, голубой гигант. Дальнейшее увеличение массы приводит к дальнейшему уменьшению термической энергии массы, излучаемой с единиц объема массы, а частота максимума излучения термической энергии массы тоже уменьшается и смещается вначале в зеленую область спектра. Такая звезда называется белый гигант. Потом в красную область спектра. Такая звезда называется красный гигант. Что-то это уходит все время. Вот красный гигант. При дальнейшем увеличении массы частота максимума излучения термической энергии массы смещается из области красного в области инфракрасного излучения, то есть выходит из области частот электромагнитного поля, видимых глазу человека. Такая масса звезда становится невидимой глазу человека. Масса, которая больше критической массы, излучающая в гравитационном поле термическую энергию с частотой максимума излучения в области частот, меньших, чем частоты электромагнитного поля, чувствительные глазу человека, называется черная дыра массы. Черная дыра гравитационного поля или бездна. Предположим, что массы находятся в пространстве без гравитационного поля. Между массами, которые находятся в пространстве без гравитационного поля, нет термического взаимодействия из-за того, что нет среды для распространения электромагнитного поля, из-за того, что нет гравитационного поля. В пространстве без гравитационного поля нет механического взаимодействия между массами, потому что нет потенциальной энергии из-за того, что нет гравитационного поля. В пространстве без гравитационного поля нет инерционной энергии и гравитационного поля. Это означает, что нет сил инерции, то есть нет ускорения из-за того, что нет гравитационного поля. В пространстве без гравитационного поля можно двигаться, но без инерции и без ускорения. Сколько времени действует сила, столько времени масса движется со скоростью прямо пропорциональной силы и обратно пропорциональной массы. f равно zMv, где z – коэффициент пропорциональности. Пространство без гравитационного поля называется «чёрная дыра гравитационного поля» или «бездна». Выводы. Если предположить, что первое, гравитационное поле существует независимо от массы, а масса существует независимо от гравитационного поля. Второе. Начало всех начал есть гравитационное поле, и оно состоит из хаотически движущихся гравитонов. Третий. Гравитон — это элементарный квант энергии, когда он находится в состоянии движения, и неделимая частица массы, когда он находится в состоянии покоя, то можно сделать следующие выводы. Масса — это конгломерат, то есть скопление гравитонов, находящихся в состоянии покоя, то есть гравитонов, отдавших массе кинетическую энергию. В любой точке внутри массы, на расстоянии R от центра массы, сумма потенциальной энергии гравитационного поля ЕП, деформируемого массой, и термической энергии массы ЕТ, полученной от гравитационного поля при его прохождении через массу, является постоянной величиной для данной массы в данной области гравитационного поля. То есть ЕП плюс ЕТ равно Е минус Ем штрих и равно постоянной величиной. Массы не притягиваются между собой. Потенциальная энергия гравитационного поля, деформируемого массами, сжимает массы к их общему центру. Термическая энергия массы ЕТ, полученная от гравитационного поля при его прохождении через массу, нагревает массу. Чем больше масса, тем больше термическая энергия массы. Термическая энергия массы излучается в гравитационном поле благодаря гравитационному полю, который является средой распространения электромагнитного поля. Звезды — это массы, которые излучают в гравитационном поле термическую энергию, полученную от гравитационного поля, с частотой максимума излучения в область частот чувствительных глаз у человека. Энергия гравитационного поля, которая остается в массе Е-Ем штрих — это та часть гравитонов, которые отдали свою энергию массе и остались в ней, повышая ее величину. Масса в гравитационном поле растёт по величине. Движение массы под действиями инерционной энергии гравитационного поля. Приливы и отливы массы — это изменение объёма её частей синхронно со скоростью вращения упрямо-линейно движущейся и вращающейся массы, ось вращения которой — препендикулярно вектору скорости движения. Чёрная дыра массы — это масса, которая больше критической массы, излучающая термическую энергию, полученную от гравитационного поля, с частотой максимума излучения в область частот меньших, чем частоты электромагнитного поля в чувствительной глазу человека. Чёрная дыра гравитационного поля или бездна – это пространство без гравитационного поля. В пространстве без гравитационного поля скорость, с которой движется масса, под действием силы прямо пропорциональной силы и обратно пропорциональной массы. f равно zMv, где z – коэффициент пропорциональности. Вот почему данная физика названа физикой zMv. Спасибо за внимание. Так, приготовится Ефимову. Коэффициент пропорциональности. Чего примерно равен? z? А? Это трудно сказать, но мне кажется, что в гравитационном поле, если масса находится в гравитационном поле, он равен t-1. То есть это связь между силой, пространством и временем. t-1, я так считаю. А в гравитационном поле, я не знаю, чем его называют. Спасибо. �, я не знаю, чем его называют. Спасибо. Продолжение следует...